всем здравствуйте продолжаю снимать видео и делиться с вами своим наблюдением с неким опытом о содержании такой птицы как чижи сейчас в клетке у меня будет только два чижика эту щегла я убрал на время съемок чтобы сконстрировать свое внимание только на чижах съемка будет как и прошлый раз происходить при открытые клетки прошлый раз я не обратил вам на это внимание на думаю это заметили этим я хочу показать вам что птица абсолютно не вылетает из клетки даже если как-то установить кормушку на выходе из клетки то птица спокойно будет поедать кормом возвращаться на 8 до клетку как вы сами сейчас будете видите наблюдать хотя я проводил эксперимент когда клетку кормушку выставил с наружной стороны развернула и и птица когда поела корм она немножко растерялась сконцентрировалась таскать пространство и полетела в сторону окна окно у меня было за что рена но она все-таки нашла не небольшую щель пошла на свет и такой был удар стекло но расстояние так на небольшое поэтому заработал такой не сильный после того как птицу выловил снова посадить в клетку было видно что у него подходит такая наступила какая-то депрессия то есть но мы испортилось настроение скажем так и птичка уже как будто конца дня больше сидела чем не стала поэтому я решил что больше этого делать не буду значит по поводу корма корм я увеличил где-то процентов на 60 дневную норму раньше я давал ну такую полную чайную ложку но учит у птиц как-то проснулся аппетит очень хорошо они все едят тем более встают они в 5 утра где-то час уже ничего нет поэтому пришлось увеличить значит что касается гнезда гнездо я убрал никакого там процесса такого создавания не было свой интерес они проявляли гнезду из ворсинок так как гнездо сделано из джута то есть в этом они копались как вот что-то там вырывали есть строительный материал который я клал они просто выбрасывали еще такое интересное сейчас у меня происходит сено то что у меня была новая закупка сена и там сено оказалось такого очень хорошего прям зеленого цвета и какие-то там семена что птичка сразу очень все это быстро нашла и сейчас они там копошатся что-то там ищут довольно таки тоже я считаю такой хороший момент когда вот какая-то там часть природы присутствует клетки и птица не только так сказать ест корму есть что-то вот из природы вот еще значит один такой интересный момент птицы сейчас началась линька и она линяет очень так аккуратно то есть построение декоративной птицы то есть буквально там два-три перышка довольно таки чисто и мусора в этом плане очень мало еще значит сейчас хочу вам показать насколько птица уже научилась заходить купалку как это у нее все просто получается легко и прокомментировать один комментарий который мне был написан ранее когда еще у меня птица не купалась купалки от именно споласкала мордашку в поилке то есть там был написан такой текст что если ставить одновременно и поилку и купалку то птица все-таки предпочитает купаться в поилке так вот чтобы этого не было надо убрать поилку то есть оставить только один источник для купания то есть заменить на наружную тогда птица с удовольствием будет в нее заходить значит еще хочу поделиться таким моим опытом что вот наблюдая за птицей я пришел к такому выводу что самочку меня довольно таки к молодая птичка то есть и наверно это примерно около года самцу около двух лет выводы этого делали того что когда я покупал самку она была в этом большом количестве птиц также как и щегол когда брал такой самые маленькие такой какой-то такой бедные несчастные вот поэтому исходя из того что она такая была самая маленького размера я ее забрал себе и первое время конечно я немножко об этом пожалел потому что птица была в очень плохом состоянии то есть у него был очень плохой аппетит она очень плохо вообще-то сказать передвигалась по клетке на большей части только сидела пришлось поэтому где-то дней 5 я держал ее в маленькой клетке отдельно чтобы она немножко отдохнула от стаи чтобы у него было в изобилии корм вместо на жердочке и так далее даже был такой момент когда я хотел ее отвезти обратно и отдать но как бы куда отдавать когда птица содержалась в таком так сказать месте где ну плохо в плохом это так мягко сказано вот поэтому я решил что будем дальше с ней таскать заниматься будем развиваться и на сегодняшний момент я очень этим довольна своим решением так как где-то дней через десять самочка расцвела и ну просто она такая активная подвижная с удовольствием часто это всех моих экспериментов везде первое даже вот если видите как она смело заходит в купалку то есть быстро сразу это вот именно что вот это такое такие вот черты молодых птиц самец он очень долго то есть как вот ищегол тоже то есть он как бы долго то есть у него сначала надо мордашку сполоснуть 5 10 тогда он только заскочит в купалку и причем не каждый день то есть это бывает сегодня может искупаться а завтра просто мордашку сполоснет и на этом как бы все закончилось значит вот такой тоже момент значит но в общем то все притяжи я вам рассказал снова запустил щегла в клетку о том бедному там уже скучно сидеть одному значит совместной жизни щегла с чижами у них все хорошо то есть нет никаких ссор никаких драк то есть щегол занимает такое место лидерства то есть в кормушке он всегда как бы есть один всегда первый чижики спокойно ждут ожидают и в этом как бы у них такие все вопросы решены значит что по поводу жердочек вот я как вы видите оставил одну жердочку только сверху именно для чижиков этот максимально приближена к потолку но это вот в основном для самца так как самец вот он из-за своего возраста как я считаю он другие жердочки не воспринимает а вот самочка вполне может уснуть вот на жердочки которые пониже то есть на которой спит щегол и обязательно вот при наличии трех птиц там четырех птиц в клетке нужно достаточное количество жердочек для сна то есть вот все конфликты в основном возникают именно когда птица укладывается спать так сказать и вот этот дележ начинается место ну так вот что все хорошо и у них все нормально еще что я хочу сказать хочу сказать вам большое спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии пишите пожалуйста мне какие-то свои комментарии свои какие-то выводы то есть вы мне таким образом даете какую-то тему для следующего ролика что-то обсудить посмотреть что так сказать понаблюдать потому что я тоже вместе с вами учусь развиваюсь копаясь в интернете нахожу какие-то взгляды других любителей птиц следующая тема у меня будет посвящена щегу очень такому интересному варианту не интересного варианта скажем так это очень такой интересный вопрос о запрокидывание головы то есть о вертлявости как некоторые говорят вот поэтому откуда это что это такое и как с этим бороться ну а так всем спасибо всего хорошего